Приветствую вас на своем канале, у микрофона Даниил Добро, канал Быстрый БК. В этом видео я расскажу про электронную книгу Дарвина. Это старенькая электронная книга 2017 года с четвертым андроидом. Уже даже по тем меркам андроид был староватый. Но что объединяет в принципе все электронные книги, даже не обязательно брать данную модель, то что у них маленькое количество оперативной памяти, слабенький процессор. Но процессор слабенький еще потому, что нужно просто пролистывать страницы книги, и обычно там большой мощности не требуется. А с другой стороны, чтобы она не разряжалась от того, что просто прогружать одну страницу, не нужно тут большой мощности. Поэтому процессоры туда обычно стоят достаточно слабенькие. Но в целом для электронной книги этого хватает. Даже несмотря на то, что тут у нас стоит какой-то андроид четвертый, и он достаточно все равно много ресурсов требует. Здесь еще есть, конечно же, подсветочка. И на самом деле подсветка электронной книги тоже большой плюс. Можно читать в темноте, перед сном. Если у вас плохое освещение, это прям большой плюс. В отличие от бумажной книги, придется искать лампу, еще что-нибудь. И всегда это удобно читать с помощью даже лампы. А здесь мы можем читать и на солнце, допустим. То есть это очень хороший вариант. Все преимущества бумажной книги в электронном виде очень большой плюс. Во всяком случае, на мой взгляд, читать очень комфортно. Конечно, есть недостатки именно у этой модели. То, что она долго загружается. Я думаю, когда-нибудь обновить ее на более дорогую модель. До того, что, конечно, будет все без андроида. Потому что андроид вообще нет никакого смысла в электронных книгах на андроиде. Потому что приложение, например, вот я тут какое-то простое приложение Байлда запустил. Играть невозможно. Ну, возможно, но она постоянно тормозит. Из-за маленькой частоты обновления экрана. Для игр не подходит совершенно. А вот для чтения книг очень даже нормально. Конечно, сейчас, наверное, в более современной модели побыстрее обновляют экран. Но смысл плюс-минус такой же остался. Я думаю, технология не сильно продвинулась. Причем даже есть с видными чернилами. Не еще дороже, но тоже какое-то преимущество при чтении каких-то комиксов и так далее. То есть книг с картинками. Что вы думаете о таких электронных устройствах, электронных книгах? Может, вы ими даже пользовались? Напишите свой отзыв в комментариях. А мне, в принципе, вот именно такой формат для дома очень удобен. И тут еще есть физические кнопки для переключения страниц. Тоже очень удобно. Мне в целом кажется, что электронная книга значительно лучше, чем 100 бумажных книг. И учитывая, что ее таскать значительно проще. У данной книги у нас диагональ экрана 6 дюймов. Но мне кажется, что можно из более большой диагонали взять электронную книгу. Тоже будет удобно. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok